Это программа «Вечер». Я Игорь Севрюгин. Здравствуйте. И вот о чем расскажем сегодня. Ким Чин Ин собирается в Россию. Кремль нуждается в северокорейском оружии. Чтоб Хиньян может поставить Москве. Новые подробности операции по перехвату Ми-8. Российский пилот рассказал, как перегонял вертолет в Украину. О том, как удалось провести эту операцию, поговорим с представителем Гурмин обороны Украины. Российского математика Азата Мефтахова после освобождения отправили под арест по новому делу. Расскажем о существующей практике в России уголовной карусели. Белорусам за границей больше не будут выдавать паспорта. Почему власти вводят ограничения и рассчитывают ли они на их возвращение? Напоминаю, что каждый ваш лайк продвигает эту трансляцию в Фейсбуке и Ютубе. Поэтому оставьте и лайк, и комментарий прямо сейчас, если вы смотрите нас там. И мы начинаем. Итак, Служба безопасности Украина возбудила уголовное дело против российского олигарха Михаила Фридмана. СБУ утверждает, что он причастен к финансированию войны против Украины. Сообщается, что с начала полномасштабного вторжения Фридман инвестировал около 2 миллиардов рублей, это 20,5 миллионов долларов, в несколько российских военных заводов. В частности, в Тульский патронный завод и Уральский оптикомеханический завод. Кроме того, как утверждают в СБУ, структуры олигарха причастны к снабжению российских военных сухпайками и одеждой. А страховые компании страхуют военную технику и самих военных на фронте. Ну и еще, по утверждению следователей, компании Фридмана провели мобильную связь на оккупированных украинских территориях. Далее цитата из пресс-релиза. На основании собранных доказательств следователи службы безопасности сообщили Фридману о подозрении по части 3 статьи 110.2 Уголовного кодекса Украины. Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Сейчас подозреваемый скрывается от правосудия за границей. Продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности. Злоумышленнику угрожает до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Ну, впрочем, где именно за границей находится Фридман, не секрет. Это Лондон. Именно в британской столице его недавно нашел украинский журналист-расследователь Михаил Ткач. Фридман сейчас добивается исключения своего имени из санкционных списков. Под санкции он попал в начале полномасштабного вторжения. Вы, как представитель русских элит, которые хочут остаться жить в Лондоне. Я не даю интервью. Мне кажется, было бы правильно вам занять стороны и продемонстрировать публично свою позицию, тем более, что вы пытаетесь снять санкции, артикулируя, что вы осуждаете действия России. Я не даю интервью, я вам представить. Как вы оцениваете действия России по полномасштабному вторжению Украины? Я вам сказал, молодые люди, я не могу давать интервью. Почему? Это позиция моих юристов. В СБУ утверждают, что Фридман финансирует различные российские военные проекты через институциональный консорциум «Альфа-Групп», который ему подконтролен. Журналисты проекта «Схемы» Украинской службы радио «Свобода» делали расследование об этом. Тогда они написали Фридману, и вот что он им ответил. «Я с февраля 2022 года вышел из всех органов управления всех вышеперечисленных компаний и вообще всех российских и иностранных компаний, акционером которых я являюсь. В данный момент я не имею права принимать участие в работе этих компаний ни в каком виде. Вам следует ваши вопросы адресовать напрямую руководству компаний». С автором этого расследования «Схем» Георгием Шабаевым в Киеве поговорил мой коллега Борис Сочалко. В нашем расследовании мы установили, что его компания «Альфа-Страхование» предоставляет страховые услуги для бойцов Росгвардии. То есть страхует их военную технику, страхует их транспорт. И непосредственно мы установили, что страхуют именно те войсковые части, которые находятся непосредственно в зоне боевых действий. То есть таким образом, все, что он говорит по поводу того, что якобы он не поддерживает войну, оно находит обратный ответ в том, что действительно его компании, они фактически оказывают поддержку страховую для подразделений Росгвардии. У нас есть доказательства, это контракты, которые заключены между войсковыми частями Росгвардии и «Альфа-Страхованием», согласно которым уже после начала полномасштабного вторжения мы получили доступ к документам. Это все открытая информация, она есть на сайте госзакупки.ру. В этих документах четко указано, какой войсковой части «Альфа-Страхование» предоставило услуги по страхованию своих автомобилей. Это КамАЗы, УАЗы, Тигры и так далее и тому подобное. Есть компания «Альфа-Страхование» украинская, но это как бы два разных все равно юрлица. То есть «Альфа-Страхование России», оно заключает контракты с российскими государственными учреждениями. Это не только Росгвардия, это Федеральная служба исполнения наказаний. Недавно ее глава получил подозрение от СБУ в том, что организовывал пыточные на территории Украины. И, соответственно, это еще одно доказательство того, что бизнес Фридмана активно участвует в агрессии РФ против Украины. Еще один момент, который мы установили, это то, что его компания «Х5 Ритейл Групп» имеет бизнес-проект вместе с российским «Военторгом», который принадлежит Министерству обороны Российской Федерации. То есть они открывают общие магазины под названием «Военторг Пятерочка», и в этих общих магазинах там происходит торговля. После того, как мы опубликовали журналистское расследование, Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции. То есть указом президента были введены санкции против альфа-страхования, против компаний, которые владеют этим альфа-страхованием. Это кипровские компании, нидерландские компании, Люксембург. Служба безопасности Украины объявила подозрение. И теперь, собственно, они выписали в фабуле этого подозрения, в самом тексте подозрения, те факты, которые мы установили. И, конечно же, мы пытались с ними связаться и связывались непосредственно с самим Михаилом Фридманом, чтобы он как-то прокомментировал всю историю. Он сказал, что, несмотря на то, что он является собственником этих компаний, он не входит в их наблюдательные советы и руководящие органы. Соответственно, он не несет никакой ответственности за то, чем они занимаются. Мы уверены, что это не совсем так, потому что в России все устроено таким образом, что ты все равно, если ты владелец, ты оставляешь за собой контроль над этими предприятиями. И закон Украины о санкциях и о конфискации активов, потому что эта деятельность Фридмана, она может повлечь за собой конфискацию его активов в Украине. Это, согласно этому закону, если ты владеешь бизнесом, который поддерживает эту агрессию, соответственно, твои активы могут быть конфискованы. Сейчас к другой теме. Глава Северной Кореи Ким Чин Ын собирается в Россию, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Об этом сообщают источники американской газеты New York Times. Речь на переговорах может пойти о поставках оружия. По данным издания, визит планируется уже в ближайшие дни. Как ожидается, лидер Северной Кореи приедет на бронепоезде из Пхеньяна во Владивосток. Путин хочет, чтобы Ким согласился отправить России артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты. А Ким хотел бы, чтобы Россия предоставила Северной Корее передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок, заявили официальные лица. Ким также ищет продовольственную помощь для своей обедневшей страны. В Кремле заявили, что подтвердить подготовку к встрече не могут, а сказать по теме им нечего. О секретных переговорах между Пхеньяном и Москвой ранее сообщали в Белом доме. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Путин и Ким Чен Ын обменялись письмами, и что переговоры о поставках оружия активно продвигаются. Как в последнее время складываются отношения Северной Кореи и России, разбиралась Катерина Кочкина. Владимир Путин и Ким Чен Ын примут участие в Восточном экономическом форуме. Он пройдет в начале следующей недели в кампусе Дальневосточного федерального университета. Об этом пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников. В Южной Корее считают, что КНДР и Россия могли, помимо всего прочего, договориться и о совместных военных учениях. «Был получен ответ, что наша разведка считает, что министр обороны Шойгу, когда встречался с Ким Чен Ыном, вероятно, предложил учение флота на три страны – Россию, Китай и Северную Корею». Шойгу приезжал в Пхеньян в конце июля. Принимал участие в параде в честь 70-летия окончания Корейской войны. После визита глава российского оборонного ведомства говорил о расширении сотрудничества между двумя странами. Это сотрудничество на прошлой неделе обсуждалось и в ООН. «По нашей информации, после визита Шойгу, другая группа российских официальных лиц отправилась в Северную Корею для продолжения переговоров о потенциальной оружейной сделке. Россия договаривается о поставках различных типов вооружения для использования против Украины». США, Великобритания, Южная Корея и Япония выступили с совместным заявлением. Любая сделка по расширению военного сотрудничества между Россией и КНДР будет нарушать резолюции Совета безопасности, которые Москва сама же и поддержала. О том, что Россия закупает в КНДР снаряды, американские СМИ писали еще год назад. Тогда и Пхеньян, и Москва это отрицали. А вот украинская разведка говорит о поставках северокорейского оружия Москве, как о подтвержденном факте. Вот что рассказал глава ГУР Украины Кирилл Буданов в интервью каналу «1 плюс 1». Певничная Корея может сделать любое, потому что это единственная страна в мире, которая, можно даже так сказать, с точки зрения философии, подкреслюсь, максимально независимая. Они могут сделать все, что им в голову прийдет. Но сейчас ниже солдаты Певничной Кореи не давали. Они передают снаряды 152-го калибра, 122-го, реактивные снаряды. Ну, в принципе, срештою все. Знову ж таки, говорю, вы должны посмотреть на эту ситуацию с другого боку. А почему Россия по всему свете пытается клянчить это оружие? Но точно не потому, что властное производство так хорошо работает, что просто у них будет столько, что не будет куда девать. Как слышали, глава ГУР Украины сказал, что Пхеньян уже поставляет снаряды 152-го и 122-го калибров. Уже фиксирует использование именно северокорейских снарядов на фронте. Эту тему мы сейчас обсудим, потому что к нам присоединяется научный сотрудник Международного центра по вопросам обороны и безопасности. Игорь Грецкий. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Хотел бы у вас спросить, все-таки вы лично можете сказать, действительно ли уже России поставляется какое-то оружие от Северной Кореи? Ну, судя по всему, пробные партии вооружения уже поставлялись. И, скорее всего, с октября прошлого года, вероятно, поставки шли ЧВК «Вагнер». Уже были кейсы, когда солдаты в СУ находили боеприпасы корейского, северокорейского производства, использовали их, однако их качество оставляло желать лучшего. А какое это оружие? Это боеприпасы для ствольной артиллерии, для ракетных систем залпового огня. Собственно говоря, это то оружие, которое есть в избытке у Северной Кореи. Она его получала еще в 60-е, 80-е годы от Советского Союза. Наладила свое собственное производство. В основном это реплики, кстати говоря, не только советского, но и китайского оружия. КНДР обладает миллионами снарядов калибра 152 мм, 122 мм. Есть наверняка достаточно большие запасы для минометов старого образца. Но, собственно говоря, это то, что наверняка может заинтересовать и заинтересовало российский генштаб. Вы сказали, качество оставляет желать лучшего. А почему? Что с ними не так? Большая часть, в общем-то, из того оружия, которое... Ну, собственно говоря, артиллерия, она находилась на консервации. В каких условиях она хранилась, не очень понятно. Что касается снарядов, то они достаточно древние по военным меркам. Сроки их использования наверняка несколько раз пролонгировались. Ну и каковы они могли просто-напросто есть детали, которые могли прийти в некодность, либо, в зависимости от каких условиях, хранилась, просто отсыреть. А Абхиньян может поставлять живую силу России? Как вы думаете? Своих граждан для участия в войне? Такого рода теории озвучивались и ранее. По-моему, с лета прошлого года такие слухи ходили. Но мне очень сложно представить себе корейских военнослужащих, воюющих рядом с российскими. Какова будет степень координации северокорейских и российских сил? На каком языке они будут общаться? Как будет происходить боевое слаживание? Здесь масса вопросов. Скорее всего, эти вопросы есть и у российского руководства, и ответов пока на них нет. А насколько сотрудничество вообще этих двух стран может повлиять или даже переломить ситуацию на фронте, как вы думаете? Ну, ход боевых действий это сотрудничество не изменит. Мы, в общем-то, понимаем, что здесь инициатива исходит от российской стороны. И интерес заключается преимущественно в боеприпасах. В прошлом году интенсивность, с которой использовалась российская артиллерия, все виды артиллерии, это где-то от 40 до 60 тысяч инициативных боеприпасов в сутки. И по нынешнему году видно, что подобного рода интенсивность российские войска поддерживать не могут и не может поддерживать ВПК, выбывающие снаряды. И именно поэтому, скорее всего, российское правительство, российское министерство обороны обратилось к северокорейской стороне. Ну и если судить по тому, что уже назначено время встречи руководителей стран, сделка уже согласована. Вы сказали, об этом договорились. Я бы хотел уточнить. Договорились о том, что уже существующие снаряды Северной Кореи будет поставлять? Или вы просто сказали это в момент, когда говорили про ВПК? Я бы хотел понять. Именно чтобы северокорейская ВПК производила снаряды для России по заказу. Вероятно, Россия передаст им какие-то технологии. Нет, я думаю, что основные элементы сделки могут быть следующими. Северная Корея передает снаряды, которые находятся на хранении. Их достаточно много, пусть они даже и не высокого качества, но, видимо, российское руководство, российский генералитет это устраивает. Но что может предложить Россия взамен? Во-первых, нужно учитывать, что Северная Корея столкнулась с проблемами голода, дефицита продовольствия. Здесь наверняка это будет частью сделки. Плюс технологии в сфере IT, телекоммуникации, наверняка бы заинтересует КНДР. Экс-посол Британии в КНДР говорит, что Ким Чен Ын, я его цитирую, «абсолютный паранойя к вопросу личной безопасности». Ну и теперь, когда информация о визите попала в прессу, он может вообще отменить поездку. Насколько такой сценарий тоже возможен? Насколько это повлияет на отношения между Москвой и Пхеньяном? Ну, мало вероятно, что Ким Чен Ын отменит свой визит. Слишком острые проблемы, во-первых, есть у Северной Кореи, но, во-вторых, Россия находится в сложном положении, и северокорейское руководство захочет им тоже воспользоваться, заключить выгодную для себя сделку. Тут США, Великобритания, Южная Корея, Япония выступили в ООН с заявлением о том, что расширение сотрудничества между Россией и КНДР нарушит резолюцию Совбеза. Как думаете, все-таки какая может быть реакция на все на это, на происходящее, на встречу, на договоренности, на поставку оружия, санкции, или в очередной раз просто выразит некую обеспокоенность? Северокорейский режим до сих пор находится под санкциями Совета Безопасности ООН, и это нарушение одной резолюции. Какими могут быть последствия? Это дальнейшая изоляция российского режима, санкции Совета Безопасности маловероятны, поскольку будут заблокированы Россией, Россия просто наложит вето. Скорее всего, санкции будут вводиться не через Совет Безопасности ООН, не через эти структуры, а правительствами тех государств, которые сочтут это нужно. Игорь, спасибо вам большое, что нашли время, вышли к нам в эфир. Игорь Грецкий, научный сотрудник Международного центра по вопросам обороны и безопасности. Благодарю вас. Российский пилот, который сбежал в Украину на военном вертолете, сегодня рассказал журналистам о своем поступке. В Киеве он дал большое интервью. Напомню, его выманили специалисты главного управления разведки Украины. Это была большая операция. Она вошла в документальное видео украинских силовиков. Фильм опубликован на официальном канале ГУР. А вот это эксклюзивные кадры. Результат уникальной операции военной разведки спильно с Департаментом внутренней безопасности нацполиции под кодовым названием Синица. Викрадение и захопление нового российского вертольота Ми-8АМТШ с бронированной кабиной. Аккуратно, топливо, чувак! Вышли! С добычу военных разведников разом с вертольотом с бортовым номером 62 стала цінна документація та секретне технічное обладнание. Это уже завдало значной шкоде ворожей авиации. Від такой втраты огофтатись ей будет очень нелегко. Командир поветряного судна 28-летний капитан-вертолетник фактично викрав гвинтокрил, перелетівши через линию фронту по безопасному коридору, организованному военною разведкой. С Максимом Кузьминовым, так зовут этого пилота, увиделся корреспондент «Настоящее время» в Киеве Борис Сачалко. На пресс-конференцию он пришел в футболки с украинским гербом и назвал Украину своей страной. Это впервые российскому пилоту Максиму Кузьминову дают возможность высказаться перед широкой аудиторией. В Киеве он стал главным героем пресс-конференции. Мне очень понравилась наша страна, Украина. Очень добрые люди живут. Максим Кузьминов, командир российского вертолета Ми-8, который перегнал воздушное судно с территории России в Украину. Это была спецоперация Главного управления разведкой Украины. Кузьминов на пресс-конференции заявил, нынешняя война – ошибка. К такому выводу военный пришел в декабре 2022 года, когда и начал изучать причину полномасштабного вторжения России. Кроме того, добавил он – верующий человек. Мое утро начинается со слов «Вся вселенная со мной дана на пути». Я верю в Бога. И Бог мне жизнь дал, Он ее и заберет. Я для себя решил, что это преступление самое жестокое. Я для себя решил, что я просто не буду принимать участие в этом, как бы то ни было. Да, у меня в России остался самолет. Да, у меня там, в принципе, относительно неплохая зарплата. Две квартиры, почти пенсия. Меня много чего, по сути, держало. Но сейчас для меня это не важно. Максим Кузьминов – профессиональный армейский летчик. Причем потомственный. Его дед также был пилотом. 24 февраля 2022 года Максим был начальником авиации на стройке Байкала-Амурской магистрали. А уже после полномасштабного вторжения России выполнял полеты по доставке армейских грузов, в том числе и на оккупированную территорию Украины. Говорит, делал это со слезами на глазах. Я не хотел способствовать этим преступлениям. Я полностью это понимал. Мне нравится культура, мне нравятся исполнители. Там, Сковка, Калуж, да, вот Батьковщина, вот это у них песня классная. Ребята молодцы. Я слушал их музыку на территории России. Вот ко мне подходили, говорят, что ты слушаешь? Мне нравится. Ну что, что теперь вы мне сделаете? Я активно продвигал именно свою позицию. И ко мне очень плохое отношение было потом у общества. Кузьминов говорит, был подписан на телеграм-канал Главного управления разведки Украины. Там и нашел телефоны, куда обращаться, если есть желание перейти на сторону Украины. Так и началась его переписка с украинским гуром. Однажды, получив задание на перевозку деталей к российским истребителям, вылетел в сторону Украины и оповестил украинских разведчиков. Так началась операция, детали которой уже многим известны. Границу Кузьминов перелетел на предельно низкой высоте и посадил воздушное судно в оговоренном с украинской разведкой месте в Харьковской области. Два других члена экипажа не знали планов командира. Оружия у нас при себе не было, летчики у нас летают без оружия. Никто мне не смог оказать никакого сопротивления, ввиду того, что штурман, просто у него нет навыков пилотирования вертолетом. Я ребят успокаивал, сказал, что все хорошо, здесь живут хорошие люди, все будет у нас замечательно. Но они начали бояться, начали немножко агрессивно себя вести. И, получается, выбежали из вертолета в сторону границы. Согласно официальной версии украинской разведки, двух других членов экипажа ликвидировали при попытке бегства. Максим Кузьминов о том, что будет дальше делать в Украине, говорит, не знает, будет ли выезжать в Европу, так же еще не определился. Сейчас в Украине прибывает семья Максима Кузьминова, ее вывезли раньше, а российский вертолет, на котором пилот пересек границу, будет детально изучен и передан в пользование ГУРа. Это фаховая работа, достойная высших стандартов специальных служб. Я порівню в фильме эту операцию с операцией «Диамант», которую израильский МОСАД провел в 1966 году, когда приблизительно так же переконав иракского пилота перегнать на той час наисучаснейший радянский вынищивающ МИГ-21. В результате того, что израильтяне отримали МИГ-21, им удалось очень быстро отримать перемогу в небе подчас так званой шестиденной войны 1967 года. В конце пресс-конференции Максима Кузьминова спросили, что бы он хотел передать другим российским военнослужащим. Тот сказал, что в Украине нет нацистов и нет всего того, о чем говорят российские медиа. И добавил, многие его соотечественники просто не понимают, что происходит. Борис Ичалко, Андрей Шурин. Настоящее время. Украина. Эту тему мы еще обсудим. К эфиру должен присоединиться Андрей Юсов, представитель Гурмин обороны Украины. А пока попрошу вас, наших зрителей, поставьте лайк нашей трансляции, если вы смотрите нас в Фейсбуке и Ютубе. Так ее увидит больше зрителей и больше увидит наше интервью с Андреем Юсовым, которое будет совсем скоро. Пока же продолжим говорить о войне России против Украины. Российские военные готовятся к новой волне наступления на Купинском направлении. Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Украины Анна Малер. По ее словам, в этот район российская армия сейчас перебрасывает резервы. Там восстановляют и на Купинском, и на Лиманском направлении свои войска. Они заменяют людей сейчас. Они подтягивают другую технику на замену тем, что была уничтожена. Россияне все равно продолжают готовиться к следующему наступу. То есть, как оно хвилями идет, они готовятся к тому, чтобы там активизироваться. Наши оружие соответственно готовятся к тому, чтобы дать отсеч. Тем временем, по словам Малер, пехота ВСУ продвигается на Мелитопольском направлении. По данным Американского института изучения войны, там украинской пехоте удалось продвинуться за один из оборонительных рубежей российской армии, так называемые зубы дракона. Аналитики пишут, что теперь ВСУ перебрасывает туда больше техники и личного состава. А вот Минобороны России утверждают, что нанесли ущерб ВСУ на запорожском направлении. Ни на одном из направлений вооруженные силы Украины своих целей не достигли. Украинское руководство отчаянно старается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт. О том, что происходит на фронте на самом деле и кто сражается на фронте, часто рассказывают наши корреспонденты. И в этот раз Алексей Продайвода узнал историю Ярослава Иванченко, артиллериста ВСУ. Рано утром военные 22-й бригады заряжают полный пакет реактивной установки ГРАД и вместе со своим командиром обсуждают, как этой ночью не дали продвинуться пехоте противника. Командир реактивной артбатареи зовут Ярослав и воюет он с первых дней полномасштабной войны. Это была Салтовка, певничная Салтовка, Харьков. Мы достаточно долго там стояли, первые втраты, первые залпы, никто не был обстрелян, всем было страшно, но мы выстояли. На том же направлении подразделение Ярослава участвовало в стремительном харьковском контрнаступлении прошлой осенью. Мы не встыгали делать перекаты. Мы своей техникой, я не успеваю догонять нашу пехоту уже, просто все так сталося очень быстро. Я помню, мы заехали в Купенск, как раз только город подорвался, мы там все быстро, потом говорят, уже дальше пошли наши войска. И мы так заходили, заходили, я помню, только заезжаем в какое-то село, а там только назва села в трехколор перекрашена, и уже наш прапор стоит. Это было так приятно на самом деле. В то время Ярослав командовал работой американской гаубицы М777, которую еще называют «Три топора». Но позже перевелся на советскую реактивную систему залпового огня «Град». Ведь она ему говорит по душе. Что-то интереснее, что-то масштабнее. Понимаете? Там один ствол, один раз стрельнул, чекаешь корректуру, а тут ты уже уражаешь, ты себя чувствуешь гигантом артиллерии, так сказать. Потому что про нас говорят, мы боги войны, когда ты вкрываешь громом и полом, вкрываешь великую-великую площадку, я все завжди говорю, что мы працюем очень голосно, но после нас остается тишина. Вообще, по образованию Ярослав учитель истории. Правда, преподавать ему в жизни не пришлось. История цикличная, если мы вспоминаем периоды 100 лет назад, то мы снова увидим, что наш дружный сосед-освободитель снова нас посадил. Это первый раз, что мы стали всей страной, и мы не разделились, что там право бережье за, лево бережье против, а мы объединялись в одну Украину, действительно. Это единственное, что могу сказать Путину, это спасибо за то, что ты объединял мою Украину в единый кулак. И этим кулаком получаешь по зубам. Сразу после университета Ярослав пошел работать в одну из черкасских исправительных колоний. Даже сидел у нас такой засуденный народный мер, Колоянов его народный мер Бердянский ДНР-ЛНР появился, он делал митинги и думал достаточно грамотная людина такая была курьезная скажем так придумал много моментов чтобы скотчить но ничего не выходит в сенсии заскотчить и он больный и у него не все добре с головой и то его подставили ну понимаете когда у него строк был за державную зраду 15 лет ему дали это страшно в камере одиночный один сидит достаточно страшно почти 5 лет Ярослав служил в оперативном отделе который следил за тем чтобы осужденные и сотрудники колонии не проносили на территорию телефоны наркотики и другую запрещенку после реформы колонию закрыли Ярослав пошел в армию уже сейчас с улыбкой вспоминает как поначалу сказывался опыт предыдущей службы рядом с представителями криминального мира ты начинаешь говорить как они потому что ты проводишь много времени с ними ты их не сприймаешь как злочинцев убив с бандитов ты с ними просто говоришь можешь чаю попить можешь поговорить на бахмутском направлении его батарея прикрывает украинскую пехоту и проламывает российскую оборону круглые сутки в боевой готовности я не могу показать что я заморился перед своими бойцами потому что они у меня не кадровые військовые не контрактники они у меня просто мобилизованы если я начну говорить ой у меня семья у меня дети я уже тут не могу я уже хочу до того понятное дело они будут делать так же я стараюсь перед ними показывать ничего страшного если надо год надо больше что вы хоть мужиками поставили вы же ничего себе только говорю армия из вас делает людей ну так их поддергаю дома Ярослава ждет жена и два сына младшему Тимофею два года старшему Матвею пять пока что старший говорит что хочет быть офицером и стрелять с большой пушки я бы хотел чтобы мои хлопцы служили потому что с такими соседями которые у нас есть мне кажется человеки должны защитить свою землю первого сентября Матвей пошел в первый класс Ярослав жалеет что не смог повезти ребенка в школу но в то же время командир уверен что его место сейчас на фронте ради будущего и своих детей сейчас в большом приоритете что я оставлюсь здесь чем я пойду просто на эту линейку да хочется пить завести дитину за руку да обидно то что наприклад не я научил его ездить на велосипеде Алексей Продоев, это Николай Рыщенко и Александр Рученко. Настоящее время. Украина. Приветствую вас. Полгода готовилась эта операция. Можете рассказать чуть больше подробностей, во-первых, что она из себя представляла и почему полгода? Ну, полгода, собственно, не готовилась, а реализовывалась и одновременно проходила разные стадии и этапы. Безусловно, это сложный процесс, который связан с необходимостью обеспечения безопасности родным пилота и, безусловно, безопасности самого пилота. И реализация этой спецоперации – это очень сложный, многоуровний, комплекс различных мероприятий. Поэтому, да, такие спецоперации быстро не реализуются. Но, тем не менее, это успешный пример, успешная спецоперация. Достаточно новый вертолет 2016 года производства Ми-8 и опытный пилот перешли на сторону Украины. И вертолет, и пилот, в общем-то, не угрожают теперь Украине. И Украина, безусловно, получила дополнительную информацию, которая поможет нам защитить наше небо от вражеской авиации. А для России, российского общества, для российских военных – это очень важный сигнал. Если ты не хочешь быть убийцей и военным преступником, то у тебя есть выбор. Вы сказали, опытный пилот и техника в хорошем состоянии, и, во всяком случае, она новая. Поделим немного этот вопрос на две части. Сначала про опытного пилота. Вы когда сказали, вы что имели в виду, что он опытный и он мог принимать участие в военных действиях против Украины, или опытный, потому что у вас есть планы использовать его дальше в своих целях, чтобы он защищал Украину? Нет, опытный по часам налетов. Это транспортная авиация. В данном случае пилот неударного вертолета и не принимал участие, собственно, в поражении объектов гражданской инфраструктуры и военных преступлениях на территории Украины. А что касается его будущего? Он свободный человек в свободной стране. И если ответствующий закон, принятый в Украине, который касается людей, в том числе военнослужащих, государства-агрессора, которые переходят вместе с техникой, они получают соответствующие гарантии безопасности, в том числе новые документы, да, и вознаграждение, безусловно. Но нужно четко понимать, что в случае данной операции мотивы пилота точно были не меркантильные. И в первую очередь речь шла не о деньгах, поскольку пилоты и без этого достаточно обеспечена категория военнослужащих, если мы говорим о армии так называемой Российской Федерации. А он может стать служащим украинской армии? У нас есть подразделения, которые состоят из бывших граждан Российской Федерации и даже действующих граждан Российской Федерации, которые осудили преступную войну путинской России против Украины и сегодня с оружием в руках борются и против путинского режима, и за свободу и независимость Украины. Поэтому, да, такой сценарий возможен, выбор, собственно, за самим пилотом. А у вас были опасения, что под видом желающего сдаться это могла быть российская операция? Безусловно, такие риски при проведении и планировании подобного рода операции учитываются. И весь необходимый комплекс мер по проверке и обеспечению безопасности в реализации этой операции был проведен. А сейчас вы его проверяете? Сейчас с ним проходит разного рода общение, но еще раз подчеркну, это свободный человек в свободной стране. Он общается со своими родными и близкими, он живет нормальной жизнью нормального человека. А в какой момент вы поняли, что у него действительно серьезные намерения? В какой момент вы ему поверили? Были различные ситуации, и, безусловно, некоторые из них четко указывали на то, что это самостоятельное решение. И, поверьте, такие механизмы проверки существуют. Они абсолютно гуманны, и в спецслужбах о них известно. Но если мы говорим о том, что родные и близкие пилота находятся в Украине и прибыли в Украину раньше, чем он, то это также важный фактор, безусловно. То есть ровно в тот момент это уже давало большую гарантию? Не только это. Мы не будем раскрывать все моменты, поскольку многие из инструментов, которые были применены в ходе этой операции для ее разработки и реализации, будут работать и далее, поскольку это не последний подобный проект и подобная спецоперация, я думаю, будут еще. Вы сказали о награде. Это, по-моему, полмиллиона долларов. Деньги уже выплачены? Будут выплачены в ближайшее время. Почему во время этой операции потребовалось убийство двух российских военных, если, как говорит Кузьминов, у них действительно не было при себе никакого оружия? У них был выбор, они его сделали. И если вражеский солдат на территории Украины не подчиняется законным требованиям украинских сил безопасности и обороны, то представляет угрозу жизни мирного населения и украинским военным. Что у них находится на вооружении, вооружены они или нет, прекрасно понятно, что установить возможно это лишь обезоружив человека, либо он исполняет приказы, либо после ликвидации. То есть, если бы они сдались, они бы могли попасть в плен как максимум, как минимум, могли бы быть свободными людьми, как и Кузьминов? Безусловно. Но в их случае речь бы шла о добровольной сдаче плен. И как и в случае сотен и тысяч других российских военнопленных, которые находятся в Украине, даже попав и быть захваченными в плен, Украина – демократическое европейское государство, которое выполняет в полной мере Женевские конвенции, международное гуманитарное право. И есть абсолютно полный доступ и Красного Креста, и международных экспертов, и СМИ к местам пребывания российских военнопленных в Украине. А Ми-8, как вы уже сказали, остается в Украине, в хорошем состоянии, 16-го года. Собственно, и самолет прибыл на территорию Украины вместе с деталями к самолетам-истребителям. Насколько сама машина для вас цена, те запчасти, которые были на нем? Ну, если говорить о вертолете Ми-8, это хороший качественный вертолет, тем более свежий по году производства, безусловно, для Украины это важно. Что касается деталей, то да, это важные материалы для изучения, и, безусловно, для наших средств противовоздушной и противоракетной обороны, для наших воздушных сил. Это очень полезная информация, которая поможет уничтожать врага над украинским небом. А Кузьминов единственный пример подобной операции? Были ли другие попытки? Ну, если мы говорим о пилотах, то переход добровольный совместно вместе с техникой, это единственная операция. Но если говорить о наземных силах, то такие примеры уже были. Не по теме у меня вопрос, но не могу вас не спросить. Все-таки не так часто у нас представители гурминобороны бывают в эфире. Вам известно что-то о судьбе Суровикина, которую фотографию тут показала Ксения Собчак? Безусловно, известно, но это очень интересные светские хроники в банке с пауками. Но я не думаю, что всякий раз, когда появляются новые фотографии в костюме дальнобойщика, того или другого военного преступника, нам следует так и ярко на это реагировать. В Кремле продолжаются внутренние разборки и внутренние противостояния. Они время от времени приобретают абсолютно разные формы, но все эти формы абсолютно логичны для тоталитарного общества. Там диктатор убивает, отравляет, взрывает, сажает без суда и следствия. Так было, есть и будет. Единственный выход это освободиться от диктатуры и выбрать демократию, а не тоталитарный режим. Спасибо вам большое, что нашли время выйти к нам в эфир. Андрей Юсов, представитель гурминобороны Украины. Благодарю вас. Ну что ж, продолжаем наш эфир. В России математика и анархиста Азата Мифтахова арестовали по новому обвинению. На этот раз в оправдании терроризма. Вчера его задержали прямо на выходе из колонии, где он уже отбывал полный срок по делу о хулиганстве. Тогда его обвиняли в поджоге офиса правящей партии «Единая Россия». А сегодня суд в Кирове арестовал Азата Мифтахова за якобы призывы к терроризму. Как Мифтахов, по мнению суда и полиции, мог совершить преступление, находясь в колонии, расскажет Ольга Бешлей. Здесь мир с тобой. Просили будет рыдать. Математик Азат Мифтахов провел в заключении более четырех лет по статье о хулиганстве. Сидел в городе Амутненске Кировской области за участие в поджоге офиса партии «Единая Россия». Вышел из колонии 4 сентября. На улице встречали мать, жена, отчим. Но вместе им дали побыть всего минут пять. Из белого фургона с чеченскими номерами вышли пятеро оперативников. Задержали Мифтахова и увезли. Видеозадержание опубликовала «Медиазона». Сегодня суд в Кирове арестовал бывшего аспиранта МГУ до 3 ноября по обвинению в оправдании терроризма. Адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина рассказала, что дело по этой статье должен рассматривать военный суд. По ее словам, в деле три свидетеля. Двое из них известны. С ними Мифтахов сидел. А еще один свидетель засекречен. Якобы во время просмотра телепередачи он в кругу заключенных высказал какое-то свое мнение по поводу просматриваемой телепередачи. Издание «Медиазона», чей корреспондент был в здании суда, рассказал о показаниях заключенных. Вот что цитировал из протокола следователь. В ходе освещения новостей о взятии Артемовска узнал о гибели своего знакомого. Расстроился. Сказал, что войну с оккупантами надо вести не только на Украине, но и в России. Сказал, что продолжит борьбу, но для этого надо уехать из России. Засекреченный свидетель не присутствовал при разговоре Мифтахова и заключенных. Но, согласно его показаниям, математик одобрял поступок анархиста Михаила Жлобицкого, устроившего взрыв в Архангельском управлении ФСБ в 2018 году. За одобрение поступка Жлобицкого в оправдании терроризма обвиняют уже более 50 человек. Мифтахов будет минимум 53-м. Сам математик отрицает факт такого разговора. О новом уголовном деле математики его близкие узнали, когда он еще был в колонии. Жена Мифтахова Елена Горбань говорит, что не удивилась. Это не то, чтобы в одночасье обрушилось. Это то, что какие-то такие тревожные известия, которые доходили уже до нас очень давно. Азад Мифтахов придерживался анархических взглядов. По первому делу его задержали в феврале 2019 года. Речь шла об инциденте в Москве. Там на Онежской улице в ночь на 31 января 2018 года разбили окно, а внутрь кинули дымовую шашку. Пострадавших не было, весь ущерб – замена оконной рамы. Обвинили группу анархистов, среди них и Мифтахова. Доказательством были слова секретного свидетеля. Сам Мифтахов свое участие в акции отрицал. Говорил, что его преследуют за анархические взгляды. Силовики связали Мифтахова с движением анархистов «Народная самооборона». Мифтахов утверждал, что в этом движении не состоял. В 2022 году была новость о признании народной самообороны. Анархическая организация, участниками которой нас в суду признали, ее признали нашей террористической организацией. В принципе, такие вещи, все эти организации террористические, они довольно удобны, понятное дело, для ФСБ, потому что можно подтягивать кого захочешь, там любого активиста, и они так и продолжают. После первого задержания Мифтахов жаловался на пытки. Защитить математика пытались ученые с мировыми именами. Среди них, например, был философ и лингвист Ноам Хомский. Ученые подписали открытое письмо, но это не помогло. Мифтахов получил 6 лет. Раньше вышел, потому что два года провел в СИЗО. По новому уголовному делу, которое инициировало ФСБ, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ольга Бешлей, Настоящее время. Российского политика Владимира Карамурзу, приговоренного к 25 годам тюрьмы, накануне этапировали в колонию. Об этом написала его жена Евгения. Володю этапировали. В полной секретности, в неизвестном направлении и перед днем рождения, чтобы, не дай бог, не получил в этот день слов поддержки со всего света. Этап, очень возможно, даже самый тяжелый и опасный период в жизни политзека. Адвокат Карамурзы Вадим Прохоров, он уехал из России в апреле из-за угрозы уголовного преследования, подтвердил, что его подзащитного вывели из московского СИЗО, не дожидаясь рассмотрения жалобы на приговор. Владимира Карамурзу этапировали в колонию, не дожидаясь рассмотрения кассационной жалобы на приговор. Как успел написать сам Владимир, «Все в лучших традициях под день рождения, который у него в ближайший четверг». Да, в лучших традициях фашистской власти. Владимир усил, а мы будем продолжать бороться за его освобождение. День рождения политика послезавтра ему исполняется 42 года. Владимир Карамурза получил один из самых жестких приговоров, вынесенных политическим заключенным в современной России. Мосгорсуд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима по деле о госизмене, военных фейках и участии в нежелательной организации. К слову, по обвинениям в терактах и массовых убийствах российские суды выносили более мягкие приговоры. Карамурза вину не признал. В своем последнем слове политик отметил, что находится в тюрьме за свои политические взгляды. Власти США, ЕС, Великобритании и Канады ввели санкции против чиновников, силовиков и судей, причастных к преследованию Карамурзы. Ранее сам политик добился принятия в США акта Магнитского. Он предусматривает запрет на въезд в страну и замораживание активов представителей российской власти, ответственных за грубые нарушения прав человека. Белорусам, которые проживают за границей, больше не будут выдавать паспорта. Такой указ принял Александр Лукашенко. Согласно документу, они больше не смогут получать или обменять паспорт в посольствах и консульствах своей страны. За новым паспортом придется ехать в Беларусь. Но сделать это безопасно могут далеко не все. После протестов 2020 года десятки тысяч граждан уехали из страны под угрозой преследования. Указ Лукашенко пока не вступил в силу. Для этого он должен быть опубликован официально, но в белорусской оппозиции уже говорят об этом как о свершившемся факте. Режим Лукашенко отказал белорусам в консульской помощи. Тем самым государство самоустранилось из еще одной сферы жизни, где должно заботиться о гражданах. Многие важные услуги становятся недоступными. Например, нельзя будет поменять паспорт в посольствах и консульствах. А значит, те из вас, кто не могут безопасно вернуться в Беларусь, рискуют остаться без важнейшего документа для легальной жизни и работы за рубежом. Обсудим эти новости с представителем по иностранным делам в Объединенном переходном кабинете Беларуси Валерием Ковалевским. Здравствуйте. Добрый день. Для начала хотел бы у вас спросить, а зачем Лукашенко идет на такой шаг? Ведь за границей живут не только его оппоненты. Ну, это попытка продемонстрировать, что у Лукашенко по-прежнему сохраняется возможность влиять на жизни людей. Даже тогда, когда они уезжают в свободные страны, выезжают вынужденно из Беларуси, покидают свои дома, покидают свои жизни. И тем не менее у Лукашенко сохраняется возможность через обмен, выдачу паспортов контролировать жизнь людей. И именно поэтому с самого начала того, как многие выехали из Беларуси после 2020 года, мы начали работать над проектом национального паспорта Беларуси. И эта новость сегодняшняя, которая пришла, она подтверждает, что правильность решения начинать эту работу, поскольку для нас очень важно и обеспечить беларусов документами, дать им возможность нормально жить, функционировать там, где они оказались, не по своей воле, но также и отказать режиму Лукашенко в том, что они могут контролировать жизнь людей, даже когда они находятся в свободных государствах. А какие гарантии, что все-таки ваш проект заработает? На каком этапе это сейчас идет? На каком этапе эти переговоры? Потому что мы понимаем, что человек, который является оппонентом власти, его могут в Беларуси задержать. Ему опасно. Что ему делать в таком случае? Пока на сегодняшний момент, по сути, ничего. Да, сейчас мы находимся на этапе производства образцов документов, как необходимое условие для того, чтобы их рассматривали на предмет признания международного государства. Мы организуем предприятия, которые будут заниматься производством этих документов, приемом заявок на получение паспортов, хранением и учетом данных для людей. Поэтому сейчас идет такая практическая работа, и для нас очень важно поддерживать по этому вопросу постоянный диалог с нашими партнерами, национальными государствами стран Европейского Союза, Соединенными Штатами, с Европейской комиссией, которая тоже нам оказала значительную поддержку в предоставлении экспертизы по тому, как должны разрабатываться документы, как они должны соответствовать международным правилам. То есть это не будет все-таки то, что принято называть паспортом Нансена, когда после революции 1917 года тем, кто были гражданами Российской империи, выдавали такие документы, чтобы они могли как-то перемещаться по стране, потому что советские паспорта они или не могли получить, или не хотели получать? Это будет национальный паспорт Беларуси, который будет подтверждать национальность гражданина республики и гражданки Республики Беларусь, который будет оформлен именно как национальный паспорт, то есть там будет национальная символика, и он будет выдаваться исключительно гражданам Республики Беларусь. Но признаваться-то он где будет? Вопрос-то главный вот в этом. Да, это очень важный вопрос, и действительно это будет задача не из легких, добиться такого признания. В Европейском Союзе это признание будет производиться на национальной основе, это значит, что юрисдикция принятия решений принадлежит государствам, правительствам. Когда у нас будет положительный прецедент из стран Европейского Союза, мы сможем с этим вопросом обращаться в страны-соседи, в Украину, также в Великобританию, Канаду, США, то есть в те места, где проживает наибольшее количество белорусов, чтобы они могли этим документом пользоваться именно как для путешествий, но также и для решения каких-то бытовых вопросов, получения виз и так далее. Ну хотя бы внутри страны, в той, где они находятся, если вам удастся договориться, если мы условно берем ЕС, США, Канаду, договориться удастся, но вот выезжать смогут ли они в другие страны, если опять-таки признает США, Евросоюз, Канада? Окей. А что касается, например, Латинской Америки, стран Азии, вот в этом направлении, вот как здесь быть? Все-таки есть те, кто симпатизирует режиму Лукашенко? Да, конечно. Я скажу так, не так многие страны симпатизируют режиму Лукашенко. Я напомню, что буквально в смысле слова три месяца тому назад, ровно три месяца назад, было голосование в Генеральной Ассамблее ООН о кандидатуре в Совет Безопасности ООН, и тогда Лукашенко с треском проиграл эти выборы. После 16 лет кампании он набрал всего 38 голосов, в то время как Словения, которая вела кампанию, 16 месяцев набрала 153. И это показывает, на самом деле, что модель Лукашенко не принимается, его рассматривают как непостоянного, непоследовательного международного игрока, который тем более сейчас стал ИСО-агрессором, угрозой международной мировой безопасности, став в том числе и СО-агрессором в войне против Украины. Вы сам дипломат, возможно, уже дошла какая-то реакция до ваших коллег в других дипмиссиях, в других странах. Как там реагирует на этот указ? Сейчас пока, конечно, он не опубликован, но тем не менее, уже есть новости. На самом деле, я прямо сейчас нахожусь в Берлине. Сегодня были переговоры с представителями Министерства иностранных дел Германии. Конечно, эта новость вызывает шок, поскольку это буквально в смысле нарушения фундаментальных прав человека, права на передвижение. Это также показатель того, что Лукашенко отказывается выполнять одну из базовых функций государства перед своими гражданами, документирование населения для того, чтобы они могли пользоваться своими правами в полном объеме. Но это также и настолько, насколько это шок от такой новости. В то же время мы все понимаем, что это последовательная линия со стороны Лукашенко, который не уважает права человека, который стремится использовать любой механизм для того, чтобы контролировать, для того, чтобы запугивать, для того, чтобы ограничивать возможности человека жить нормальной жизнью. Ну и также наказывать за нелояльность к самому себе лично. И здесь у него никаких ограничений нет. Напомню также, что в дополнение к этому решению о невыдаче документов в консулатах и в посольствах, в этом указе также прописано, что люди не могут продавать свою собственность, недвижимость из-за рубежа дистанционно. Для того, чтобы это сделать, для того, чтобы продать свою недвижимость, им нужно приехать в Минск. А это означает, что у них будут повышенные риски их безопасности, угроза ареста. Потому что всех людей, которые приезжают из-за рубежа сейчас, к ним относятся с повышенным подозрением. Людей проверяют, допрашивают. Ну и многие из них оказываются в беде. Самое настоящее. Еще минута у нас остается. И хотел бы вас спросить, что бы вы посоветовали тем людям, которые опасаются ехать в Беларусь, у кого подходит к сроку, собственно, паспорт, скоро закончится. Что бы посоветовали? Я думаю, и это наша рекомендация постоянная была. И где бы вы ни оказались, пользуйтесь национальными процедурами для легализации себя, для того, чтобы получать ВНЖ, виды нажительства или постоянное место жительства. Для того, чтобы получать проездные документы, есть паспорта иностранцев, которые выдаются тем, у кого заканчиваются документы, или подаваться на международную защиту. То есть на те же самые паспорта беженцев, которые позволяют жить и работать в нормальном режиме. Мы будем работать над проектом национального паспорта Беларуси. Будем стремиться к тому, чтобы он был запущен как можно скорее. А поскольку этот документ, это не только проездной документ для белорусов, это то, что подтверждает нашу субъектность как белорусского народа. Это то, что нас будет объединять, где бы мы ни находились. Сколько бы мы не вынуждены находились за пределами Беларуси, это будет делать из нас сообщество белорусов, настоящий белорусский народ, который находится и объединяется вне зависимости от того, где мы находимся. Спасибо вам большое. Это был представитель по иностранным делам в Объединенном переходном кабинете Беларуси Валерий Ковалевский. Благодарю. Ну и на этом все. Программа «Вечер» подошла к концу. Доступна на сайте currenttime.tv. Я Игорь Севрюгин. До встречи. По нынешним меркам у Storm Lake Times есть повод для празднования. В течение 30 лет мы существуем в основном благодаря вашей поддержке, нашей семье читателей. Многие с ним не согласны, но они читают его газету. Я думаю, она заставляет людей мыслить непредвзято. Я надеюсь на это. И сейчас, чтобы выполнять свою задачу, нам нужно увеличить количество этих людей. И мы снова, как и 30 лет назад, скромно просим вашей поддержки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!